Здравствуйте! Вы смотрите новости Стмеги ТВ. И коротко о главном. Срочный рейс из Баку в Ленкарань, о чем печалится глава Азербайджанского отделения фонда Стмеги. Полларда могут использовать для спасения мирного процесса. Знакомьтесь, община. В эфире Израильского радио рассказали о нашем телеканале. День в еврейской истории. В эфире Стмеги ТВ стартовала новая рубрика. Глава Азербайджанского отделения благотворительного фонда Стмеги Семен Ихилов поздравит жителей города Ленкарань с предстоящим праздником Песах. На сегодня в этом южном регионе Азербайджанской республики проживает очень мало евреев. В основном уже пожилого возраста. Все они нуждаются в поддержке и помощи, в том числе духовной. Я привезу им мацу, поздравлю с приближающимся праздником Песах 5774 года, поинтересуюсь их проблемами и надеюсь, что совместно с фондом Стмеги мы найдем способы их решения. В рамках этнографической программы фонда Стмеги Семен Ихилов посетит еврейский исторический участок кладбища Ленкарани. Проверит состояние надгробий. В последнее время на переговорах между премьер-министром Израиля Беньямином Неттиньягу и госсекретарем США Джоном Кэрри вновь поднимается вопрос освобождения из американской тюрьмы израильского гражданина Йонатана Полларда. Напомним, что Поллард, работавший аналитиком военно-морской разведки США, приговорен американским судом в 1987 году к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Израиля. Тема освобождения Полларда вновь стала актуальной в свете тупиковой ситуации на израильско-палестинских переговорах. Между тем, официальный Вашингтон пока воздерживается от каких-либо официальных комментариев по данной теме. В прошлом США категорически отказывались от ее обсуждения. 25 марта на радиостанции РЭКО, израильском государственном радиоканале на русском языке, прошла очередная передача «Знакомьтесь, община». Она выходит в эфир один раз в месяц и рассказывает израильтянам об истории, традициях, культуре и сегодняшнем дне горско-еврейской общины. Ее постоянные ведущие Роберт Тевьяев и Леор Аган пригласили в студию интересных гостей. Это Михаил Елизаров, автор книги «История горских евреев в Чечне». Павел Елизаров, председатель молодежной ассоциации «Кешеф» и директор нового журнала на «Еврите Газит». И журналист Маргарита Казакова, которая рассказывала радиослушателям об открытии Стмеги-ТВ. Уже вот за эти всего 20 дней, которые существует новостной портал, новостная передача на портале стмеги.ком, очень много оказывается за буквально 7-8 минут можно такое количество информации выдать, а туда идут материалы со всего мира. Допустим, вот эти Пуримы мы увидели в Канаде Пурим, в Дербенте Пурим, где бы я это еще увидела, я понятия не имею. В Москве Пурим, в Израиле вообще по всем городам. Интересно. Конечно, интересно. Очень интересно. Мы начинаем новую рубрику «День в еврейской истории». Из нее вы узнаете о событиях, произошедших много лет назад. Так, например, 26 марта 1917 года английские войска вошли в Палестину. Английские войска под командованием генерала Мерае вошли в Палестину, на тот момент входившую в состав Османской империи, и атаковали 17-тысячную турецкую армию под командованием генерала Кресса фон Крессенштейна силами трех пехотных и двух кавалерийских дивизий под командованием генерала Дебелла. На следующий день турецкие войска генерала фон Крессенштейна получили подкрепление и отбили англичан, потерявших 3800 человек убитыми и ранеными. Турки потеряли 2400 человек. На страницах нашего сайта вы сможете узнать об очередном прорыве израильских ученых, почему молодежь общины должна эмигрировать из Франции, и о предстоящем празднике Песах. Читайте stmagi.com и будьте в курсе. На сегодня это все новости. С вами была Инна Языхеева. Всего доброго. Худокумек.